хай гай с вами шмаки мы продолжаем родить и группа назвали лир оффер лир оффер уходи следующий нас глава право-лево выбор есть а пойдем направо смело снова мы попали в петлю возвращаемся обратно делаем сюда поворот идем на звук вижу вентилятор вентиль вентиль крутится так ну кто-то тонет он помогает либо он кому-то помогает либо они пытаются остановить изображение которое пытается выбраться а да смотрите то есть действие у сляпой но здесь палка и здесь бишь с палки бумаги мешают у чуваки выбрались картины по ходу ясно закрытый ящик закрытый ящик теперь у нас до хера книг а подожди так картина была широкая эта картина не широкая что-то написано ган ходи ходишь по кругу ну это да тут я соглашусь ну правильно было бы включить свет забыть легко еще нет уменьшается решается в свет улетает так но мне бы будет начать отсюда и следовать что тут у нас осталось блин а знаете все-таки картины некоторые дают задуматься что они показывают тревожные воспоминания давай вспомним тревожные воспоминания сразу хоррор элементы пошли страх звуки ну смотрите смог подвинуть и подвинуть и пройти решайся ты должен домино 17 июня он опять бредит из-за чертовых крыс и я не я не видела ни одной но он уже весь дом обложил мышеловками он поверождает что слышит как они скребутся внутри стен словно их там сотни господи пусть эта чертовщина кажется правдой надеюсь они вылезут ночью и сажиру тебя во сне жестокий жалкий эгоистичный пьяница о еще появилось не открыть уже до туда я не попаду пока что стопа тут этот проход был до этот проход на самом деле то что мы сейчас видим как она выглядит это все из-за нас на самом деле это все из-за нас как я понимаю из-за нашего бешенства вот это с крысами мы подожгли дом наши ловки наши ловки нет ключик у меня прямо сейчас такой же сквозняк дует в окно но мы все равно идем за ней хотя мы не должны для хорошей концовки а что мне выходит приходится делать ничего только идти за ней ладно пошли сведи мышка беде да думаешь обрушивается о много нашел заметьте что она бежит побежала и пропала я думаю может тут снова шея эта петля плевать просто пойдем будем идти прямо 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 если что к жене своей бежать постоянно она просто нас куда-то ладно бывает ух ты шьем ее кот собака крыса ох 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 ой елки-палки доги поехали два пять я потерял визиум 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 вот это объединяется с этой 9 2 5 9 я путаюсь да 2 5 9 собака собака 2 5 9 2 5 9 Пока. Я могу побежать за крысой, либо пойти туда. Я пойду сюда. Типа, вот это был вариант за крысой или не за крысой. Чтобы этого раз стал последним. Молюсь. Нистого страстно. Отче наш, пусть он пробьет тебе в голову. И оттуда выльется вся гниль. Пусть порежет стеклом запястье. И пользуется красная желчь. Пусть захлебнется собственной блевотней. Может тогда мы все обретем покой. Если ты это не сделаешь, однажды я наберусь смелости, спущусь вниз и сама положу всему конец. Ты знаешь, что останавливает меня вовсе не трусость, а мель. Ну да, ребенок останавливает. Подожди, тут что-то есть? Нету. А-а-а. Они ползают по полу. Мышеловки в полу. Они обгладывают мою ногу, боюсь ходить. Поэтому он типа вообще перестал ходить, как я понимаю. Но пойдемте, если вы предлагаете, в бесконечный эдилиум идти. Ладно, пойдемте сюда. Снова картины. Дует, дует ветерок. Наш прохладный ветерок. Лам показалось, как будто кто-то стоит. Привет. Прошу прощения за долгое молчание. Был загружен работой. Должен сказать твое последнее письмо. Весьма настораживает, если не сказать больше. Не могу поверить, что она собирается сжечь твои старые картины. Зачем? Ведь, в частности, дома в черном. Твой подарок ей разве не так? Если честно, не знаю, что сказать. Но ты должен немедленно обратиться за помощью к профессионалу. Они скажут, что делать. После всего произошедшего, это должно пойти вам на пользу. Нет нужды говорить, что покупатель был огорчен новостями. Новые картины продаются хуже, чем старые. В любом случае, я продолжу искать покупателей. Главное, держись и сосредоточься на работе. Я знаю, ты не исчерпал свой талант. Я верю в тебя. Твой друг и агент Томас Келвелл. Исчерпал. Но нам предлагают... Сраная собака никак не заткнется. Эй! Я тоже так могу! Ау! 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 Видишь? А ты умеешь рисовать? Нет? Ну да ладно. Я, видно, тоже не умею. Окей. Так, почему мне так сильно намекают на дверь? Ну... А, он отдаляется. Сейчас повернуть. Ну, как обычно, элемент поворачивается, а тут что-то будет. Ну, не очень пугающе. А, вот это пугающе. Глазик. Стрессовая ситуация. Нечего сказать. И снова мы поднимаемся. Где-то очнулись. Так. Так. Снова тупые крысы. Они ползают по холсту. Масса. Из пульсирующих шерсти. Яд в краску. Огонь. Окончательное решение. Ну, да, походу, поэтому он все это сделал. Спалил нахер все. Сколько вы будете пугать мне одним и тем же, одним и тем же. Что-то летает и все. Надо... Стоит ли оно того? Нет. Хотя нам... Вариантов куда идти. Снова эта коляска... ездит, катается. Так, стоять есть ниже. Ну, ты возьмешь газетку? Бывает, что художник превосходит собственную эпоху и становится непостижим для современных критиков. Но по моему мнению, в этом случае все не так. Хоть мне и больше этого говорить, больно это говорить, эпоху не превзошел. Раз уж на то пошло, смелюсь сказать, что мы наблюдаем вырождение художника. Да пошел ты! И он типа начал бухать, да? О, нифига себе. Здравствуй, принцесса. Что? А, это... Это папочкино лекарство. Когда папе больно, оно ему помогает. Нет, не трогай. Боже, как я... Подожди. Прости меня. Прости. Так, а что он сделал? Он типа шрепка не было, типа не ударил. Может, немного оттолкнул ее? Или что? Ладно, фиг его знает. Нам так уж и быть не говорят. Не знаю, по мне было бы страшно, но... Вы видели, там был момент, когда поднялась шторка, звук пропал на долю секунду. И как-то нелепо скримак выпушил. Нелепый скримак. Стоп, у меня этот пропал. Дрель моя пропала, алло. Малой боли хватает ненадолго. Уже был морской звук. Где моя дрель, которую я нашел? В той комнате. А что я должен найти? Ты нахер отняла его у меня? Мой дар. Я хочу его вернуть. Слышишь? Я верну тебя. Перетащу, если придется. Я сделаю все, как надо. Обещаю. Я сделаю все правильно. Окей. Ну, по факту, даже если сюда пойду, здесь... Такового прохода нету. Ладно. Где моя дрель? Я за дрель не могу понять. Типа... Офиг его. Предмет дали, но воспользоваться им не воспользуешься. Намек наверх ногами. Наверное, при втором прохождении я попытаюсь взять же эту дрель. Что-то придумать. Короче. Сорян, там ничего такого не нашел. Типа... Может, я должен был просто назад пойти и что-то открыть, но типа дрель. Хотя нам ничего не показывали, такой, где бы мог использовать. Если так по-факту. Там внизу еще... А, этот не закрывается. Ну да, он начал садить немножко кукухой. Тири-тири-док. Мышка, скок-скок. Мышка, скок-скок. Ну, это там, где девочка тогда рисовала. Теперь тут просто пятно. Невнятное. Заметьте, на этот раз она нам шею сломала. Это уже радует. Это уже меня радует. Что наша шея не сломана. О, это же первая локация. Первая локация дома. Книга. Книга мигает. Некоторые картины не подаются описанию. А уж тем более критики. Если вы желаете их понять, вам просто необходимо узнать основные сведения о сюжете. Одна из таких картин «Детское лицо». Она влечет к себе детские тысячи... Так... К себе десятки тысяч бездарных энтузиастов и воскресных поклонников абстракции. На самом деле же, она похожа на результат недельного марафона неопытного художника, запертого в темном подвале. Если обрастить никудышное исполнение, картина отличается ужасно. Три, шесть, три. Благодарю, приятель. Поговори со мной! Почему ты молчишь? Даже если бы поговорить, однако... Куда водить пароль? Три, шесть, три. Я не думаю, что он просто так здесь. Знаешь, где-то есть сейф. И еще один. Ладно, давайте только уж и путь поговорим. А-а-а. Три, шесть... Три. Три. Ах, ты шьер, Майя. Иллюзорно. Так, интересно, а упасть я шмаку, да? Наверное. Наверное, я бы мог пойти поговорить с какой-то степени, но я упал. Теперь я в мире карликов. Блин, надо было все-таки попытаться подняться наверх. А, выше дверь. Да, видите, все-таки нужно было не падать. Если я падаю, буду постоянно подниматься снова и снова. А, не, ни хера. Окей. А, ну ладно. Ты обещал! А что, я обещал? Так, а что я обещал? У-у-у-у-у-у-у-у. Я упал. Я не хотел падать, он соскальзвизнул сам. скорее всего в первом телефоне было бы сказано где ты или почему ты не пришел потом слова ты же обещал но думал как то так было бы та картина мне нужна пароль 363 там уже не действует 363 не действует а так нужно было просто здесь постоять или что что мне делать я упал тогда и все сейчас не работа я даже не найти тут ничего нету я даже ни хера тут не вижу что ему гнать хотя может я должен был тогда не падать но что я обещал а что мне делать там не идти я не вижу ни паролей в ничего вот там до что-то упало ну там ничего не отображается цифр никаких нету чтобы я мог позвонить хотя люстра есть те что мне это блять люстра я не знаю что делать типа он просто она наш персонаж просто падает и все больше ничего не происходит карлик мистер гномик будьте любезны дайте мне пароль я сообразить не могу я просто не могу сообразить а 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 я даже не могу понять что мне делать и я ничего больше тут не вижу я никуда не могу больше уйти понимаете здесь все если тогда я поднял голову туда там было что-то но сейчас тут больше ничего нету из чего зачем мне идти обратно чтобы слышать одно и то же короче давайте еще один раз я пристановлю хотя мне может обратно обратно двери нету может я не внимательный все внимательно смотрю просто звонит этот сраный телефон непонятно для чего я на его отвечаю вот потом начинает что-то падать упал шкаф нету цифр нету никаких но номера тоже нету снизу 583 окажется когда я должен был там падать чтобы упасть правильно теперь все хотя бы более-менее там кукла это ничего не меняет так никогда не было и никогда не будет 354 354 354 я не хочу с самого начала начинать он ладно все стабилизировалась ты это заслужил все это все это все это ясно так сейчас упадет а минуточку внимания вопрос на сап чего-то не хватает нужны финальные штрихи палец мне нужен был палец отрезал проще чем ногу отпилить промыл высушил в духовке уснул чуть не спалил его получится ли у меня окей теперь у нас есть пальчик я понимаю что это нужно отзеркалить но я не понимаю я не понимаю ерор какая-то ошибка триал триал короче и ошибка пусть знает так ну что на вас последняя часть последняя часть нашего так сказать эпогей последний серия следующая и мы на этом заканчиваем поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока пока